Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и говорят, что у каждого свои недостатки. Мой недостаток это недостаток подписчиков на моем канале и ты. Именно ты можешь это изменить. Подпишись всего на месяц и я уверен, что ты убедишься за этот месяц в том, что видео на малопопулярном на сегодняшний день канале могут быть куда интереснее, веселее и познавательнее, чем на раскоровелых каналах, на которых сотни тысяч подписчиков, ну и ютюбер, который сидит там, полубритый, полулысый, рассказывающий вам о том, что самые главные постулаты в данной игре это средний урон, процент ваших побед, ну и подобная всякая чушь. Ребят, главное в танках это удовлетворение от игры и не имеет значения, насколько хорошо вы играете в танки, главное, чтобы после того, как вы поиграли, у вас было хорошее приподнятое настроение. Подписывайтесь на канал и я буду радовать вас все новыми и новыми веселыми и прикольными видео. Итак, ребят, сегодня у нас на обзорчике Т-18. Это забытая легенда, это запрещенная ПТ-шка, но давайте обо всем поподробнее. Данная ПТ-шка когда-то находилась в ветке исследования Соединенных Штатов, она стояла на втором месте, ребят, и после нее шла машинка, которую я уже выставлял на обзор, ссылочка будет обязательно здесь наверху в пределах видоса, это была машинка Т-82. Сейчас попробую вам ее показать. Машинка действительно классная, действительно довольно интересная, даже на сегодняшний день. Я абсолютно без труда умудрился на Т-18, где ты мой красавец, взять себе мастера. И мне, честно говоря, было очень-очень приятно вспомнить, как это было раньше. Вот он, мой красавец, вернулся наконец-то к себе назад в ангар через 8 лет. Так вот, прикол вот этой вот ПТ-шки заключался в том, что у нее альфа 200, а до этого была, ребят, по-моему, если я не ошибаюсь, в районе 400. Это просто чума была, вот, ну, реально разрывающая рандом до безобразия, именно поэтому Т-82 запретили. На сегодняшний день 200 единиц урона на третьем уровне, что делает данную машину, ну, просто мега ДПМной для своего песочного третьего левела. Что же собой представляет Т-18, а главное, что он представлял собой раньше? Ребят, если вы сейчас зайдете в характеристики данной машины и посмотрите на орудие, то, безусловно, прям чего-то супер-пупер вы здесь особо не увидите. Время сведения просто божественное. Разброс вполне себе даже играбельный. ДПМ, что самое парадоксальное, номинально самый большой на втором уровне среди всех танков, как прокачиваемых, так и коллекционных. И к этому вопросу мы еще отдельно вернемся. Но, ребят, действительно, на сегодняшний день Т-18 очень-очень осунувшийся, потому что сейчас у него средний урон 60. И это типа круто на втором уровне. А теперь представьте себе, что этот телевизор творил, когда у него была пушка с уроном, внимание, 200 единиц. Это просто был разрыв второго уровня. И эту машину реально боялись. И с этой машиной реально мог справиться только Т-82. Ну, или если получалось ее закрутить, хотя эта зараза крутилась, ну, прям как юла. Что хочется сказать про данную машину. Она была мега бронированная на тот момент в игре. И это действительно чувствовалось, ну, прям всеми игроками без исключения. Вот если вы посмотрите сейчас на силуэт, скажете, нет, здесь брони не так уж и много. 48-49 с привиденкой. Вот этот вот верхний бронелист, он и тогда был картонный, ребят. Но здесь была хорошая привиденка. И в целом тут довольно неплохо рикошетило, если ты умел пользоваться этим телевизором. И становился вот так вот немножечко. И за каким-то укрытием тебе вообще, ну, в принципе, равных не было. И пройти вот в такой вот позиции, стоящую ПТшку, закрывающую свой верхний бронелист, практически было невозможно. На определенных картах, в основном мы играли на так называемом маяке, вы становились на скосе под горкой. И, в принципе, держали на себе оборону самостоятельно, и никто вас пройти не мог, потому что просто пробить никто не мог. И это действительно было крутое ощущение. Просто мега крутое ощущение. И когда ты выезжал даже, поднимался выше, твой верхний бронелист, он, так сказать, становился узенький из-за того, что у тебя приведенка, да, там, точнее, угол, да, под которым ты смотрел на данную ПТшку, он уменьшался, вот здесь вот, точнее, да, получается, уменьшался угол, становился меньше визуально верхний бронелист, а нижний бронелист 41 миллиметр. И действительно, продолбить вот здесь вот отверстие для того, чтобы сделать больно, было безумно сложным. Да, по бокам здесь, ну, существенно, ребят, поменьше было брони, 30 единиц, 23 снизу. В корме, кстати, ребят, обратите внимание, 23. Тут тоже не картон. Да, мягче, но все-таки было вот это вот мягкое место. Но в основном, ребят, данная ПТшка еще умела крутиться тогда на своем уровне. Тогда не было такого количества танков, и действительно, танк был просто нагибающий. Что же касается сравнения с другими машинами, я открыл тупо все машины второго уровня, и, как видите, номинально ДПМ у данной машины действительно был и остается самым высоким на уровне. Но, ребят, стоит отметить, что это только номинально, потому что на сегодняшний день ДПМ в 807, ну, не настолько уж больше, чем, допустим, у той же самой Реношки, 794 у немецкой ПТшечки. Ну, и есть еще ряд машин, которые типа вроде бы ему уступают в ДПМе, но прям, ну, несущественно уже на сегодняшний день. Но только представьте себе, какая была вот здесь вот цифра ДПМа, если урон составлял не 60, а 200. И именно поэтому, ребят, именно по всем вот этим вот вышеперечисленным причинам, данный телевизор разработчики в свое время и запретили, забрали его, сделали его коллекционкой, и я больше чем уверен, что он никогда не вернется ни за голду, ни за реальные деньги и явно не будет выставляться ни в каких ивентах, либо игровых событиях. И этот телевизор на сегодняшний день, пускай уже не настолько нагибающий, но он все-таки еще, ребят, приятный и интересный, ну, как минимум, исходя из того, что, можно сказать, это практически ископаемое в нашей сегодняшней реальности наших танков. Давайте выкатим данного старичка из ангара, попытаемся немножечко стряхнуть с него пыль веков, кои он уже насобирал на себе, стоя в ангаре. И да, ребят, пускай Т-18 это песок, пускай это второй уровень, вы не сможете сделать на нем средуху, и вы не будете держать на нем процент побед, и вы не будете, не знаю, там, зарабатывать себе знаки классности, мастера постоянно на нем, которые пойдут вам прям куда-то в зачет. Но, ребят, не в этом, не в этом ценность игры. Ценность игры в том, чтобы вы получали удовлетворение, как я уже говорил, и чтобы вы действительно кайфовали от самого процесса. И то, что вам сейчас занимаются очковтирательством многие другие обзорщики по поводу того, что вы должны учиться играть, по поводу того, что вы должны сидеть в танках чуть ли не сутками напролет, по поводу того, что вы никто в этой игре, если вы там имеете процент побед ниже 58 или еще какая-нибудь подобная чушь, ребят, не слушайте никого, играйте себе в удовольствие, получайте удовлетворение, в чем бы оно ни проявлялось. Да даже если вы статист, и ваше удовлетворение от игры проявляется в том, чтобы как раз статистику и держать, окей, тоже получайте удовольствие, у каждого свой кайф. Итак, ребят, играть на данной ПТшке лучше всего в те времена на старых картах было вот так вот стоя на каком-нибудь подъемчике, отыгрывая свои не очень хорошие УВНы, вот так вот как-то стоя, и забрасывая урон под засветом ваших союзников. Пушечка очень-очень точная, и на то время, время КД, которое позволяло закидывать при этом не 50, как я сейчас бросаю, а 200, ребят, это действительно было, ну, мега кайфово. Я сейчас вспоминаю эти времена, и мне очень сильно не хватает, не хватает, ребят, вот того ощущения свободы. Свободы от необходимости придерживаться каких-то кем-то прописанных канонов и ценностей по поводу того, что играть необходимо именно на восьмом уровне, по поводу того, что ты за бой должен сделать определенное количество, я не знаю, там, урона, или сделать какой-то средний урон за бой, и если этот средний урон за бой ты не сделал, тут и потратил время впустую, мы просто заходили и получали удовлетворение. Это действительно было крайне-крайне прикольно, и действительно очень было интересно. Играли мы, кстати, ребят, тогда не так, как сейчас, не на мониторах по 24 дюйма, не на ноутбуках, которые могут потянуть практически все, что угодно, и даже не на телефонах с экранами в 6,5, а то и больше дюймов. Мы играли на обычных устройствах, обычных телефонах с экранами 4,5, и, ребят, нам хватало. Нам действительно хватало, карты были существенно меньше. Ну, а что касается скорости передачи данных, всех вот этих вот слежений за пингами и всего остального, да мы как-то не обращали внимания, честно говоря, на эти цифры, и нам без этого было куда спокойней. Сейчас, безусловно, с учетом всех вот этих новых машин, которые есть сейчас даже на уровне песка, телевизор играется существенно хуже, его пробивают, ребят, и это очень неприятно, потому что раньше, в былые времена, лет эндок 8 назад, да никто бы в жизни меня вот так вот сверху по бокам от орудия никогда не пробил. Я не знаю, насколько я был полезен в данной конкретно катке, ребят, но то, что я получил удовлетворение, это однозначно, и моральное удовлетворение от игры, оно ни с чем не сравнимо. Чего я, честно говоря, и вам желаю? Не знаю, какая-то такая, знаете, ностальгия берет за душу, берет за сердце. 477 единиц урона, вроде бы и немного, но знак классности второй степени. Я не сделал ни одного фрага, и, безусловно, я абсолютно ровным счетом ничего не нафармил, если бы не факт того, что у меня есть прем-аккаунт, ну и еще есть бустеры кредитов. Короче говоря, машинка явно не для фарма, а сугубо, что называется, повеселиться да поржать. Третье место в команде по урону. Не так уж существенно, как я уже сказал, всему причина то, что ребята-разработчики в свое время успели сначала понерфить данную машину, ну а, соответственно, потом уже изъять ее. И, кстати, ребят, знаете, что я еще надыбал? Я надыбал еще вот это вот. Вот знаете, что это? Если вы знаете, что это, если вы это видели своими глазами, если вы там катались, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень хочется знать, сколько сторожилов смотрят данное видео. Ну а я погнал еще в один бой. Уж больно нравится мне Т-18. Вообще, ребят, подписывайтесь на канал, потому что я планирую выпускать серию разных видео. Я планирую выпускать видео и по поводу топ-танков определенной нации, либо определенного типа техники. Я собираюсь выпускать видео, подобные этому, и показывать вам машины, которые вы, скорее всего, никогда не увидите в рандоме. Ну и, возможно, возможно, ребят, на этих обзорах будут те машины, про которые вы даже никогда не слышали. Есть, ребят, такие машинки. И я рекомендую вам прямо сейчас нажать на кнопочку подписаться на канал и поставить палец на колокольчик для того, чтобы не пропускать выход новых видео. Ребят, я стараюсь ради вас, и мне действительно очень-очень нравится делать вам приятно. И если я получаю комментарии по поводу того, что видео зашло, и вы тряхнули стариной, получили удовлетворение, или увидели что-то, чего раньше не видали, мне становится дико-дико приятно и тепло на душе. Итак, ребят, приехали. Давайте попытэшим немножечко. Постоим вот так вот. Как я уже говорил, время сведения просто божественное. Сейчас, конечно, странно было, что снаряд пролетел чутка не там, где я хотел. Сейчас вообще он не долетел. Обидно. Обидно прям совсем. Но раньше, стоя вот так вот, можно было действительно клево разбирать. Представьте себе чувака, у которого 200 единиц прочности. В него влетает один раз и минус 200 сразу. Вот просто 50% как с куста. Ты чувствовал себя просто непобедимым. Ты чувствовал себя настолько значимым, настолько крутым, что сравнить эти ощущения было реально не с чем. И с тобой никто сравниться, что самое парадоксальное не мог. Ну, кроме такого же телевизора, как ты сам. Гуслю бы ему сбить, вообще красота была бы. Вот стоит товарищ на гусле. Надеюсь, он... Ай, блин. Нет, все-таки скорость полета снаряда не дает желаемого. Ладно, поехали. Немножко побыкуем. Недолго, правда, быковать нам придется. По одной простой причине, потому что сейчас нас будут разбирать. Нет, не пробьете, ребята. Вот так просто не пробьете. Но что самое парадоксальное, что я пробить не могу. Ладно, пойду-ка я в ангар. Сказал ГСН и отправился. Ребят, смотреть на данный момент дальше реально нечего. Возвращаемся в ангар. Ну, и, наверное, будем на данный момент заканчивать. Безусловно, как я уже говорил, Т-18 это на сегодняшний день далеко не имба. То есть, если заходить на бой на Т-82, на том ПТ-шном монстре, которого я показывал в начале видео, то там ты чувствуешь себя действительно супер-супер пуперовым и накидываешь по 200 и радуешься до безобразия. Телевизор же это дань истории. Скорее всего, наверное, так. И явно не танк для нагиба, либо прям там для большого собирательства фрагов. Хотя порой, когда я выкатываю его из ангара, я делаю по несколько фрагов и накидываю урон вполне себе бодренько. Единственное, что, ребят, стоит отметить, что все вот эти коллекционные машинки, они действительно на сегодняшний день крайне плохо применимы, потому что карты стали больше, танков стало больше, пробитие у них стало выше. И если раньше Т-18 пробить никто не мог нормально, то на сегодняшний день его броня уже, в принципе, никого и не устрашает. Дань истории мы отдали. Ребят, подписывайтесь на канал, смотрите подобные видео. Я очень сильно надеюсь на ваши комментарии и поддержку моего канала. Спасибо вам большое за просмотр, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова